Встречайте, наш очередной безумный проект. На этот раз в качестве жертвы попалась Колина Копейка. Вот такая стильная заниженная жигули, которая просто идеально подходит для этого проекта, а конкретней для капота из старого советского ковра. За ковром ходить далеко не пришлось. Он нашелся на соседней мусорке. В результате оказалось, что в нем живет Джин. Коля освободил его, рассказал про задумку и загадал желание. Сим Салабим и готово. Конечно же, это шутка. И реальность намного суровей. На самом деле, в этом ковре живет Андрюха, прямо возле мастерской. Изначально он совсем не хотел отдавать свой ковер палатку. Но после того, как Коля пообещал ему полтора коробка спичек, тут же согласился и принялся за работу. Первым делом снимаем капот. Какая тут задумка? Отталкиваясь от оригинальной формы, мы сделаем точно такую же, но из ковра. В основе будет лежать несколько слоев стекломата. А для того, чтобы без проблем рассоединить ковровый капот от металлического, проклеиваем всю площадь обыкновенным прозрачным скотчем. Забегая вперед, скажу, что Коля был, мягко говоря, недоволен, когда пытался удалить этот скотч. Следующим этапом на скотч кладем стекломат с небольшим запасом и пропитываем его полиэфирной смолой. Итак, слой за слоем, килограмм за килограммом смолы. Тут, кстати, наглядно видно, как стекломат принимает форму капота, что и требовалось доказать. Ну и, наконец, переходим к самому интересному. Ковер в студию. Пока наш ковер висит и наказан, будем шкурить стеклопластиковую основу для того, чтобы создать грубую шеверковатость и ковер хорошо на него приклеился. Кстати, все это мы будем делать, не снимая шкарлупки с металлического капота, так как при полимеризации следующей полиэфирной смолы будет выделяться тепло и нашу форму может покрутить. Чтобы этого избежать, будем клеить прямо вот с металлическим капотом внутри. Собственно, как сказал, так и сделал. Зашлифовал стекломат по всему периметру и спустя полтора Андрея часа переходим к следующему этапу. Сейчас надо отрезать ковер в размер. Замеряем, отмечаем и беремся за нож. Собственно, не мало, 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 мало тебя. После того, как ковер отрезан, его надо правильно расположить на капоте, так, чтобы центральный рисунок ковра оказался ровно по центру капота. Сделали и сразу зафиксировали его саморезами для удобства работы в дальнейшем. Теперь осталось все это хорошенько пропитать смолой и готово. Вернее, мы так думали. В первую очередь наносим смолу на стеклопластиковую основу. Затем на этот слой накидываем ковер и пропитываем его. Именно в этом моменте мы допустили фатальную ошибку. Как вы видите, Андрей очень обильно льет смолу. В итоге большинство состава скопилось в этом месте, так как это самая низкая точка. И несмотря на то, что мы использовали литьевую полиэфирную смолу, она все же закипела и деформировала этот участок ковра. И произошел у нас косяк. Литьевой и полиэфирной смолой пользовались первый раз. Были на нее очень большие надежды, но что-то пошло не так. Так, где ковер посильнее пропитался, где было лужа, там образовалась вот такая вот шкурка, которую выкрутила и оторвала от пластиковой основы. Явно, что это нужно переделать, благо у нас есть второй кусок ковра и какой-то маломальский опыт. Сейчас попробуем что-то поменять в технологии и переклеим. Кстати, сюда 5 литров смолы вылили. Ну и как бы получается и на мусорку. Откуда ковер пришел, туда ушла полиэфирка. Попытка номер 2. Что мы изменим? Возьмем мы обычную формовочную полиэфирную смолу. Еще раз намажем весь капот. Намажем изнаночную сторону ковра. Придам ему каким-нибудь грузом и подождем, пока он приклеится к пластиковой основе. Чтобы его опять не покоробило. Ну а потом уже будем пропитывать опять ковер литьевой смолой в надежде, что его не оторвет и не покрутит. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, а мы... а мы что? Пьем. А мы пьем. Итак, попытка номер 2. Замешиваем несколько килограмм полиэфирной смолы. Снова наносим на стеклопластиковую основу и на обратную сторону ковра. Но уже совсем немного. Ровно столько, чтобы хватило для склейки двух поверхностей. Накидываем ковер на капот, фиксируем саморезами и прижимаем всеми возможными способами. Полиэфирка наша схватилась, пора бы сделать распаковочку, да и глянуть, что там у нас вышло. Начинаем. Ну, на этот раз у нас уже все задуманное получилось. Ковер у нас надежно приклеился к пластиковой шкарлупке. Притом верхняя часть ковра полностью осталась сухая. Мы сейчас его пропылесосим и приступим к первому этапу пропитки вот этого ворса. Дальнейшая наша задача пропитать только сам ворс. Я взял жесткую кисточку и процесс этот будет очень сильно напоминать окрашивание женских волос. Я буду кисточкой вот так вот прятками его прокрашивать полиэфиркой. Ну все, через полчаса можно смело уже мыть голову. После того, как Андрей прятка за пряткой пропитал весь ворс и смола высохла, наносим следующий слой. Уже чуть потолще. И так много-много раз. Делается это для того, чтобы каждый слой смолы был не такой объемный, как в первый раз. И в итоге она не закипела. На это ушло два Андрея дня. Смола наконец окончательно высохла и можно приступать к шлифовке. Для чего это делается? В результате мы хотим получить полностью функциональный глянцевый капот, который по техническим характеристикам не будет уступать стандартной кузовной панели. Для этого нам надо покрыть верхний слой коркой из смолы. Но на данный момент ворс, который пропитался смолой, торчит достаточно высоко. Его мы и сошлифовываем. Спустя несколько часов шлифовки, разводим смолу. И снова покрываем уже коврокапот в несколько слоев. На следующий день, когда смола высохла, приступаем к самому интересному. Нам надо разоединить два элемента. Заводской металлический и новенький ковропластиковый капот. Спустя час миссия выполнена. И каждый идет заниматься своим делом. Коля отдирает скотч и клей от своего капота, а Андрей при помощи болгарки убирает все лишнее. Для того, чтобы капот максимально четко стал на место, торцы доводим при помощи вот такой машинки. Ей же и выводим поверхность. Поскольку финальный слой наносился шпателем. И он, мягко говоря, неравномерный. Но спустя всего несколько Андрея часов, капот близок к идеалу. И практически готов к лаку. Но перед тем, как его лачить, необходимо продумать крепеж. К тому моменту, Коля как раз закончил очищать капот от скотча. Первым делом нарезаем металлические пластины в нужный размер. Затем керним и сверлим отверстия. На самом деле, тут мы обошлись малой кровью. Поскольку механизм предельно простой. Сами петли остались на кузове. Нам остается лишь изготовить ответную площадку, которая приклеится к капоту, а затем прикрутится к петлям. И выглядит она вот так. Прикрутили, накинули капот, отметили место крепления и принялись готовить две площадки к стыковке между собой. Но как готовить? Мы просто-напросто хорошенько зашлифовали две поверхности. Следующим этапом Андрей приготовил секретный состав, в который входит шпатлевка, стекловолокно и полиэфирная смола. Получается, он уже и не такой секретный. Ну да ладно. Затем Андрей принялся, не жалея, мазать всем известный состав. После чего накинул капот, вот и вся стыковка. В последующем эту конструкцию мы хорошенько облепили стеклотканью. По сути, капот готов. Остается зашлифовать его более мелкой наждачкой и залить лаком. Но в оригинале у этой панели есть отверстие для охлаждения. И раз уж мы делаем копию оригинала, решили продублировать и этот элемент. Размечаем, крепим капот на ЧПУ станке и при помощи простенькой программы делаем точную копию этой вентиляционной решетки. Перед тем, как залить всю эту красоту лаком, дорабатываем мелкие нюансы вручную. Обдуваем, обезжириваем и, наконец, можно наносить финальный слой лака. Пока Андрей этим занимается, хочу поделиться еще одной новостью. Совсем недавно мы открыли свой магазин Showroom в Санкт-Петербурге, торговый центр Кубатура, третий этаж. В нашем телеграм-канале есть видео и фотоотчет с открытия. Ссылка в описании. Ждем в гости. Ну а нам осталось накинуть капот и оценить результат. Не, ну прикольно. Мне особенно вот этот элемент нравится. Все четенько вышло. Ну да, забавно, конечно, выглядеть красное на красном. Ну. Что, поехали реакцию людей поснимаем в городе? Поехали. Я только клемму сейчас давай накину. Ну. Поехали. 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 Продолжение следует...